Привет, бойцы! В этом видеоуроке я хочу тебе показать наработку ударов и защитных действий. А также в конце мы сделаем три раунда вольных боев, то есть спарринги по определенному заданию. Ты увидишь, как ребята в ринге отрабатывают это все, а я постараюсь параллельно немножко комментировать то, что они делают, для того, чтобы ты понимал, какая защита может быть использована и какая защита лучше всего от определенных ударов. Это такая простая наработка, которая подойдет и новичкам, и более опытным ребятам. В конце видео и под видео есть ссылки на бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно и поднять свой уровень бойца. Подписывайся на канал, ставь лайк и до встречи в тренировках! Вик Тван – это французский бренд одежды, черпающий вдохновение в мировых гетто и субкультурах, графике, татуировке, хип-хоп, а также в контактных единоборствах, таких как ММА и тайский бокс. На сайте вы найдете классную модную одежду не только для спорта, но и для каждого дня. Всегда актуальные скидки, распродажи, поступления новых товаров, отличные рашкорды и шорты для тайского бокса. Ссылка в описании под видео. Итак, первый раунд работы – это наработка правого прямого. То есть бойцы по очереди бросают друг к другу правый прямой. Спокойно, аккуратно, не спеша набрасывают друг к другу этот удар, делая паузу между защитой и атакой. То есть один делает удар, второй старается защититься. Всего есть четыре вида основных защиты. Это сбивка рукой, то есть правый прямой мы сбиваем левой рукой. Уклон в левую сторону, стараемся уйти под руку противнику. Оттяжка назад, корпусом оттянуться назад или сделать шаг назад. И глухая защита. С перчаточки плотно прижать на лоб и просто принять удар на перчатки. Это все нарабатывается спокойно, аккуратно, не спеша. Ребята по очереди друг к другу набрасывают и спокойно работают. Это уже более-менее опытные ребята, поэтому у них хорошая собранная стойка, но новички обычно руки в разные стороны и от каждого удара стараются бежать на несколько метров. Это неправильно, поэтому работать надо плавно, аккуратно и спокойно. Не рубиться, а именно давать защищаться. Следующий раунд у нас работа левой ножкой, круговой удар. Сейчас немножко усложнили и бьем любой круговой удар, то есть лоу кик, миддл кик или хай кик. Точно такой же принцип работы. Один бьет, второй защищается. И это все делается по очереди. Основная защита от круговых ударов это блок. Это щит или блок, как называют. То есть это подставка колена. От левой ноги нужно все время выставлять правое колено, правой ручкой, локтем как бы стараться коснуться до колена и перчатку держать возле головы. Для того, чтобы полностью, полностью правая сторона была перекрыта. Потому что какой удар нанесет противник, никто не знает. Это может быть абсолютно обманный удар. И он может быть по любому этажу. Или лоу кик, или миддл кик. То есть ноги, корпус, голова. И ты должен перекрываться сразу от любого удара. Когда ты научишься видеть этот удар и четко понимать, куда он идет, тогда можно применять другие виды защиты. Более там, скажем, контратакующие. Вот сейчас следующий раунд пошел. Это точно такая же работа, только правой ногой. То есть по очереди друг к другу бросают. Или лоу кик, или миддл кик, или хай кик. Вот ребята в основном принимают, но уже стараются подловить эту ногу. То есть миддл кик можно схватить и уже провести какое-то контрдействие. От лоу кика можно сделать оттяжку. Убрать переднюю ногу, заставить провалиться противника. От хай кика можно также перчаточкой подхватить и дальше проводить напарника, заставляя спиной его повернуться. Или точно так же просто убрать корпус назад, как это любят делать тайцы, да, и санча особенно. И просто провалить. То есть после хай кика противник проваливается и разворачивается спиной. Вот хорошо сделанный прихват, был и удар колен. Следующий раунд у нас это работа левой ручкой, боковые и апперкоты. То есть один первый номер выбирает любой удар, или боковой, или апперкот, или в голову, или в корпус. Мы еще добавили в корпус. Второй номер старается защититься. От боковых апперкотов защититься более сложно, так как такой удар делается с короткой дистанции. Он довольно короткий и среагировать туда он будет, в голову или в корпус тяжело. Поэтому такая наработка заставляет тебя приучаться к правильной стойке. То есть локти всегда должны быть на корпусе. И локтями всегда должен прикрывать свой корпус. Защищаясь от боковых ударов в корпус. То есть печень прикрыть, селезенку. И перчатки соответственно должны быть на уровне головы, для того чтобы прикрыться. От апперкота точно так же. Можно подставить предплечье, можно подставить локоток. Можно принять плотно перчатки, на лоб подставить и принять. Или провалить корпусом назад. Вот сейчас идет такая же работа, только под правую руку. Также от боковых можно сделать нырочек. Но нырки в тайском боксе не очень применимы. Так как очень часто после нырка можно просто сверху лечь на противника. Или прихватить голову и сразу всадить колено. Вот поэтому делая нырок, особенно как делают неправильный нырок, головой вперед или корпусом вперед, ты ставишь себя под очень опасное положение получить колено. Но опять-таки повторюсь, что в этих наработках нет большой скорости, нет силы удара. Эти наработки нужны именно для того, чтобы понять защиту, а не угадать друг друга. Поэтому очень аккуратно и спокойно все это работает. Итак, мы постепенно перешли к вольным боям. Сейчас первый раунд вольной работы, спарринга, это работа левой стороной. То есть ребята работают произвольно. Левая рука, левая нога. Набрасываются в произвольной манели. Это как спарринг, только левая сторона. То есть левая рука, левая нога. Сейчас нужно применить всю ту защиту, которая нарабатывалась до этого в парной работе. То есть от прямых ударов руками, от боковых сделать сбивочки, прихватиться. Глухая плотная защита. Где-то с уклончика на контратаку уже можно здесь сыграть. Где-то от лоу-киков повыставлять плоти колени. И немножко такая наработка уже. То есть приучает и бить связками, то есть совмещать ноги и руки. И также приучает и защищаться от такой работы. Это очень сложно. Особенно новичкам, особенно ребятам, которые с бокса пришли. Они не соображают, когда начинают вылетать ноги. И очень часто ребята от ударов ногами начинают опускать руки. И пытаются ноги отбить руками. Что делать категорически нельзя. И в такой наработке это показывается. Потому что когда ты опустишь руки, ты сразу получишь рукой прямой или боковой в голову. Также сюда добавляется и клинч, само собой. Поэтому работа левой стороной и клинч сюда же добавляется левая колени. Переходим в следующий раунд. Это уже работа точно такая же, только правой стороной. Вот хорошо в красной футболке сработал. Добил пару прямых, заставил уйти в глухую защиту. И сюда же подхватил клинч и добавил колено. Вот это такой хороший принцип, как работать. Например, против боксера часто так работают. Они любят попринимать удары для того, чтобы сыграть потом на контратаке. Но имея в арсенале клинч, когда только противник уходит в глухую защиту, можно сразу подхватить голову и начать уже работу колени в лоб. Ну только что отлично. Серега в красном шлеме подхватил ногу и сделал высекание сразу. Это тоже такие элементы, которые я вам давал в виде урока. Это все можно и нужно делать. Опять такая легкая работа, наброска. Опять-таки, здесь идет работа, как просто адаптационный спарринг. Скажем так, ребята не рубятся, ребята не работают на нокаут. Ребята просто набрасываются, стараются в атаке, учатся связывать руку-ногу и клинч добавлять сюда. И в защите учатся защищаться от руки и ноги. Точно так же добавляя клинч, где-то прихватив, где-то зажав, где-то поддавив напарника. Например, если ты проигруешь в ударной технике, ты видишь, что ты слабее по ударке, например. Тут твоя задача, как можно ближе сократить дистанцию, где-то зайти с уклоном, поддавить просто физически. В глухой защите придется попринимать удары. Но забрать клинч, например, и уже в клинче показать свою физическую силу, там физическое превосходство, побить коленями где-то скрыть и селать. То есть это такая работа, которая требует и физухи, и техники, и бойцовского IQ. То есть учиться обманывать, учиться связывать удары, там, например, показать руку, ударить ногой. Мы уже плавно перешли в последний третий раунд. Это произвольная работа полностью. Руки, ноги, клинч, все, произвольные спарринги. Ребята тут клинч входят, хорошо колено дорабатывают. Как видите, колени до конца не доводим до головы. То есть ребята колени просто опозначают. Ну, чтобы так работать, конечно, надо уже иметь более-менее хороший уровень и контролировать свой удар, чтобы не было такого, что вот я хотел остановить, а сломал нос коленом. Поэтому, конечно, такую работу надо делать очень мягко, очень плавно. И желательно, конечно, под присмотром тренера такие уже спарринги добавлять. Потому что нужно всегда со стороны охлаждать пыл, как говорится. Ребята всегда, в основном, 90% начинают заводиться, начинают вкладываться в ударах и где-то колено такое в голову залетит или локоть какой-то точно всадится. Вот отлично видели с задним планом. На заднем плане хорошо был клинч и пару коленей. То есть в бою эти колени доведутся до конца. И не исключено, и даже больше всего вероятно, что эти колени прилетят в голову точно всадится. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце видео под видео есть видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне. Забираю бесплатно. До встречи в новых видеоуроках. Настойчивости тренировок. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok